Весь парламент Украины работает под диктатом правого сектора, контролирует парламент неонацисты. Майдан утверждал правительство, т.е. все правительство под контролем правого сектора. Ярош, руководитель правого сектора и Паруби, комендант Майдана, теперь будут контролировать всю власть со стороны Совета безопасности. Ярош и Паруби, комендант Майдана, украинский национальный прокурор, член неонацистской партии. Мохницкий, неонацистской партии. Генерал-Статсанвальт, genau. Неонацист. Служба безопасности, Наливайченко, неонацист. И в СССР, что ждать народу Украины от такой власти. Что ждать народу Украины от такой власти? Из всего народа Украины 5 миллионов официально русские это соотечественники для Путина, для России. 5 миллионов Украинцев sind русские. По закону Российской Федерации о соотечественниках она обязана их защищать. Путин ist verpflichtet nach dem Gesetz... Закон о соотечественниках называется? Компатриот. 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 знак дружбы. Крым wurde vor 60 Jahren als zeichnende Freundschaft von Russland an die Ukraine verschenkt. В Крыму 85% русских, 85% населения. 80% der Bevölkerung dort sind Russen. Севастополь, база, военная база Черноморского флота. Und Севастополь ist ja bekanntlich die Basis der Schwarzmeerflöte Russlands. В 1997 году была очень напряженная ситуация. Крым хотел выйти из состава Украины. 1997 gab es schon mal eine sehr angespannte Lage, da wollte die Krim aus dem Staatsverband der Ukraine austreten. И Kрыm удержали в составе Украины только за счет того, что подписали большой договор с Россией. И подписали договор о пребывании Черноморского флота до 2017 года. И в этом договоре было также разрешено, что до 2017 года до этого договора запрещена насильственная ассимиляция. Это 11. и 12. статей договора. Это 11. и 12. статей договора. Поэтому договора Украина обязана усиливать экономическую интеграцию с Россией. Это 13. статей договора. Украина обязана не предпринимать никаких действий в ущерб другой стороны. Украина обязана не предпринимать никаких действий против безопасности другой стороны. У кого есть какие сомнения, что эта нацистская власть не будет выполнять этот договор? В программе «Партия свободы» написано, лишить Крым статуса автономии, лишить Севастополь статуса специального города. В программе «Партия свободы» написано, восстановить ядерный статус Украины и войти в НАТО. Вот в этой книге, которую мы подарим, есть программа «Партия свободы». Какие сомнения у кого могут быть, что эта власть Украины будет провоцировать столкновение с Россией? Так что Россия ждать, пока в Украину войдут натовские войска и нацелят свои ракеты на Москву? Я также хочу обратить внимание на проблему, очень важную проблему. Я также хочу обратить внимание на то, что это очень важное решение. Вопросы интересуют ли Евросоюз в мире на евразийском континенте? Вопросы интересуют ли Евросоюз в конструктивном диалоге с Россией? Если да, то нужно немедленно садиться за стол переговоров. Если да, то нужно немедленно садиться за стол переговоров. Они должны честно сказать друг другу то, что происходит на Украине. И опираясь на нормы международного права, на европейскую конвенцию по правам человека, на резолюции ООН, принять решение о стабилизации положения дел на Украине. И на основе международного права, на основе международного права, принять решение о стабилизации положения дел на Украине. Наш визит здесь в Европе уже целую неделю пытается на самом высоком уровне политикам Евросоюза и отдельных стран объяснить, что без борьбы с украинским нацизмом стабилизации на евразийском континенте не будет никогда вообще. Наша делегация. Вчера уже представители так называемой новой украинской власти назвали Россию агрессией, агрессором, интервентами. Они начали реализовывать задачу, ради которой их поставили во главе страны Соединённой Штаты Америки. Конфликт с Россией, война с Россией. И Линден Ларуш как блестящий аналитик геополитических процессов блестяще спрогнозировал, что события на Украине это провокация Третьей мировой войны. Но европейские правители и Евросоюз стали основниками своих решений. Они украинских неонацистов назвали Демократами и поэтому они идут на конструктивный диалог с Россией. Поэтому вполне резонно предположить, что Россия начнет защищать свои геополитические интересы и интересы соотечественников сама на Украине. Поэтому это только невероятно, что Россия наконец-то все будет делать, чтобы здесь в Украине свои собственные интересы и свои страны защищать его. Может ли это усилить напряженность в Европе? Да, может. И прогнозировать очень тяжело. Но то, что бесспорно, что вчерашние Бандиты и неонацисты, которые хотели государственные сюртуки, они будут реализовать свои интересы с помощью государственной машины власти. А это значит физически уничтожать оппонента по политическому признаку? И угроза нашего физического уничтожения с Натальей Витренко абсолютно реально. И мы об этом сказали президенту Европарламента. Он не реализовал. И мы об этом сказали президенту Европарламента. Он не реализовал. Абсолютно реальное физическое уничтожение людей по национальному признаку. Это традиции украинских националистов, которыми они обогрили свои руки в крови, уничтожая мирное население. То есть, если Россия не вмешается, тотальное нарушение прав человека на Украине будет 100% выставлен. В Львове украинские нацисты от 15 до 17 лет уже провели ночь гнева. Они крушили дома, квартиры поджигали оппонентов, разбивали стекла, грабили магазины. В Львове украинские национальному признаку, в Львове уничтожение, в Львове уничтожение, в Германии 30-е годы. Мы выступаем за целостность государства. Мы за демократическое обустройство нашей страны. Но эту власть Россия никогда не признает. Но эта власть не признает, полномочия, легитимность этой власти. Если кто-то из России признает полномочия этой власти, он будет там политическим трупом. Если кто-то в России пытается, только пытается, эти новые Махтабы в Киеве, то будет он политическим трупом. Память предков, потери во Второй мировой войне, не позволит это сделать Россию. Это иначе, что если войска России выйдут в Крым, их будут приветствовать. Но чтобы этого не случилось, не вынуждали Россию вводить войска. Мы предлагаем Евросоюзу немедленные переговоры. Берлин, Париж, Москва. Немедленные переговоры. И не признание этой власти. Немедленные разрушения в Киеве. Немедленный запрет политических неоназистских партии движений. Это все на основе международного права. Это все в русле Устава Организации объединенных наций, Конвенции и Резолюции ООН. Мы с вами сегодня поделились тревогами о том, что происходит на нашей Родине. В ситуации в Украине мы контролируем постоянную связь с нашими партийцами. Она очень тревожна. И мы надеемся на помощь, в том числе Германии, в регулировании конфликта. И мы надеемся на помощь, на помощь Германии. Мы надеемся, что мы надеемся в этом конфликте. И мы надеемся, что еще и другие. И мы надеемся, что еще и другие. Продолжение следует... Они, которые хотят сказать, что мы хотим сделать Responsibility Protect, потому что у нас есть Волкермод. Потому что это связано с Войной Нацией, и я имею в виду, что можно сделать ситуацию. Доброго дня! Уважаемые дамы и господа, я хочу подчеркнуть, что мы политический блок оппозиционных партий. Оппозиционный блок.